доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала с вами росси это кумбек и мы с вами играем в imperial glory ребятки давно хотел это сделать но проблемы с микрофоном и кое-как его настроил и думаю если он все таки у меня работает возможно не так хорошо как раньше хотя и раньше тоже хорошо не работал надо обязательно сыграть империал горе кто забыла забыли наверно все потому что видео было уже давно мы с вами играем за россию на тяжелом уровне сложности это второй сезон в первом сезоне мы играли за пруссию так если честно мне было очень лень пересматривать свои старые видео по империал горе поэтому давайте продолжим на том моменте на котором мы остановились но если честно я не помню что там у нас уже было и так значит у нас тут швеция подпирает нас бомжами со стороны финляндии три полных армии бомжей против нашего полковника константина думаю бомжи мы разрулим в принципе можно попытаться но я бы наверное усилил нашу территорию здесь к примеру я не вижу смысла чтобы кто-то был на территории московской области поэтому лучше передвинем наших солдатиков в санкт-петербург возможно эта армия куда-то шла и полковник бухольц куда-то шел но я если честно не помню поэтому пока перейдем туда потому что швеция мне очень сильно не нравится своим присутствием здесь так значит что у нас мы дружим с молдовей плохие у нас отношения с австрией с аксонии австрия 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 что мы можем противопоставить австрии здесь стрелки доктор поярче будет дома от молдовина можно не ожидать каких-нибудь плохие действий что у нас тут османская империя может против нас поставить ничего серьезного в принципе хотя у них есть пушки не крутые что есть у нас кутузов у нас ведет 2 отряда бомжей 2 отряда стрелков у него помощь есть полковник багратион тоже с двумя отрядами бомжей в общем как-то у нас дело очень скудно так давайте пройдемся по экономике что тут у нас есть ребята что у нас есть с этим петербург наверное в прошлой серии я затеял стройку века которая так и продолжается в курске понятно в швеции мы строим консульство наверное собирался с ними дружить если честно не знаю так первая эра что у нас здесь госпиталь и лесопилка по первой эре ну короче мы я вижу тут заряжены по последнему слову техники давайте посмотрим что у нас там в миссиях есть интересно так это же готово в течение одного года вознаграждение что нам нужно три отряда типа легкой пехоты в гарнизоне два корабля класса шлюп в порту и морская торговля с портом александрийская интересно вряд ли всемирная выставка население 3000 человек морских торговых путей 5 сколько у нас с морских торговых путей ребята знает как дорогой путь незадействованный торговый путь внутренняя торговля общая прибыль тут интервали 42 копейки обалдеть много морских путей у нас нету почему он не открыт золото от контрабанды от внешних налогов афинская гавань одесская гавань россия ну что тут надо сделать наверное торговая гавань а почему мы с ними не дружим ребята почему мы с ними дружим ладно давайте закроем выберем обычную эту кораблю в порту военной гавань ладно 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 давайте пока пропустим ход я что-то там строю давайте пока пропустим посмотрим меня опять как и обычно в принципе ничего не поменялось бесит поляки которые находятся у нас под боком с поляками мы выразимся позже давайте наверно пока решим вопросы с швецией надеюсь игра себя будет вести стабильно так консульство швейцы начался хорошо вот надеюсь игра себя будет вести стабильно но мы периодически наверное я буду делать автосохранение уж не обессудьте потому что в прошлый раз во время прохождения первого сезона за швецию именно финале меня игра вылетела причем два раза подряд поэтому я слишком стар для этого дерьма чтобы переигрывать заново так так и так и так что бы я сделал сейчас наверное давайте еще пройдемся по зданиям фермы строим министерство информации литейный цех это что пушечки делать да хорошо давайте может пару отрядиков каких-нибудь офицеров корабли не надо нам ничего не интересно давайте мушкетеров легкую пехоту и гусаров потом сформируем какой-нибудь капитанешку и кинем на усиление границы с швецией и возможно или в этом видели в следующем мы попытаемся с ними немножко помахаться конечно мы можем быть не готовы к такому повороту и нас начнут жучить так сказать со всех сторон иметь и мы можем просто не выдержать этот напор учитывая что у нас сейчас экономика не совсем камильфо скажем так пока обучаемся пока обучаемся так срок действия договора бронетом союзе с австрией польши и молдовы истек очень плохо подошел концу срок австрии швеции но мы построили фермы в санкт-петербурге уже хорошо конечно же так отряды тут мы еще строимся офицеры офицеров пока не можем что у нас по дереву технологии я иду в пехоту для того чтобы полковников до полковники нам нужны это отличная тема для нас учитывая что мы готовимся к войне и войну мы наверно все таки развязан с швецией но прежде чем я это хотел бы сделать я бы усилил границы против потенциальных врагов извне такие как польша османская империя и австрия руссия к нам тоже очень плохо то есть опа австрия молдавия польша считает хорошо давайте деньги нам пока нужны на эти деньги вас потом куплю кого не куплю то ее вас убил молдавия плюс плюс соответственно плюс к нашему развитию скажем так поэтому 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 это очень даже хорошо если я не ошибаюсь я в молдавии уже построил все возможные до австрия вову вову полегче подождите 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 разве я здесь ничего не строил круговое отделение издательства нет и тут все строил тут все есть пока ждем дальше для того чтобы стиме лучше отношения и так военная академия понятно по зданиям я что-то могу где-то еще построить кроме первая эра военная гавань нет у нас торговая возможно я потом разберусь как торговать с кем-то в общем ничего строить не можем пока ждем набора наших новых воинов которые будут представлять нашу империю далеко-далеко за ее границы и пока выжидаем пока выжидаем готовимся экономически пока никуда мне развиваться так еще один отряд будет построен как я понимаю да следующий у нас отряд это будет конница но нам не хватит население скорее всего мой господин у нас нет населения чтобы построить конницу как обычно очень сильно мы проседаем по еде как очень сильно примерно 15 пунктов может чуть даже меньше но неприятно но неприятно нет вы смотрите конные гусары у нас построились хорошо давать еще ждем пока ждем сейчас мы сможем уже строить полковников которыми кто не пишет в песне построим полковников точнее наймем рекрутируем полковников обучим возможно сейчас у нас получится построиться здание у министерства информации это радостно очень теперь ждем литейный цех для того чтобы можно было сделать артиллерию и новость печенную артиллерию с пылу с жару добавим в наш новый формирующийся отряд а тем временем великобритания начала массовую не мирную скажем так аннексию вижу всех имеет в разные причины и непричинные места угроза подокрылась оттуда откуда мы не ждали так есть очень подготовка есть хорошо новая эра так поехали теперь наверно по мирной хотя хотя так что здесь в случае на кавалерия лучше на конюшню крупных городах это которым уже постоянно обычной конюшни давайте наверно пока пойдем немножко в экономику так миссия амьянское соглашение теперь доступно сейчас почитаем что там за миссия я хотел бы здесь пока возвести здание во второе это лучше на военной академии давайте теперь почитаем что там за миссию нас так че надо если мы убедим другие государства подписать амьянский мир мы сможем усилить свою военную мощь в этом мирное время и улучшить подготовку к будущим воинам во всех городах империи будет бесплатно построена улучшенная военная академия 8 тыс золота сухопутных сленд 3000 человек а давайте попробуем давайте попробуем я тогда зданиях наверное улучшенную военную академию отменю давайте немножко подкопим повесим себе одну еще медальку за то что выполнил миссию потом скажите у мросси какой ты молодец ты выполняешь миссии ребятки еще раз прошу прощения за микрофон за мой охрипший голос все так же продолжаю болеть неизведанной болезнью возможно скоро поедите пирожки с капустой но это не точно как они все долго ходят как они все долго ходят больше выводит свои войска смотрите сколько войск поводила польша так литейный цех построена отлично давайте хочу же очень выполнить миссии поэтому придется пока не рекрутировать новую артиллерию потому что потеряю в количестве опа государственная секция предлагает нам в обмен на прописи границ хорошо пожалуйста проходите деньги нам нужны а вам уже не очень потому что скоро вас поглотит великобритания польша стягивает свои войска к границе пруссии потому что наверно прекрасно осознает что после пруссии их не окиска будет зоне риска точнее их киска обратите внимание причем австрия упорно все равно вместе с пруссией ко мне плохо относятся хотя они могли бы попросить типа молка матушка россия помоги нам я такой ребята ну конечно же давать им помогу но нет они все равно гнут свою линию до конца и пруссия наверное уже догнула и потому что ее нету да государство великобритания захватила столицу государства пруссия пока ее столица находится под властью захватчиков империя будет считаться порабощенной и не сможет принимать участие в международных делах да что я требовал доказать главное чтоб не захватили моих молдавашек потому что они мои кореша я хочу их мирно аннексировать я вот думаю у меня уже очень много денег может попросить ту же саму австрию я бы предложил именно сырье да нет чтоб она предлагает сырье я хочу дать тебе австрии 10 тысяч доля ров а у тебя попросить территорию калиция за 27 она того не стоит за 40 до 24 до вы что своем уме вообще ладно польша братаны дайте мне восточную пруссию 52 82 тысячи обалдеть да можете в присядку на луну заниматься грязными делами не буду вам платить тогда нифига себе жадные поляки жадные даже хуже чем австрийцы ничего ничего господа мы к вам еще вернемся хотел сказать наши танки будут ровнять на вашу землю а потом вспомним что у меня танков нету и возможно только пехота это будет делать так швеция швеция решила со мной дружить мамина вы кукурузочки а не познали господа еще пару ходов и мы сможем выполнить эту миссию я потрачу все свое население но я и сделаю я буду очень довольный это будет просто победа побед очень умные маневры компьютера в том плане что он зашел на мой территорию постоял и вышел обратно очень-очень хитро они делают еще один ход все-таки я примерно правильно просчитал австрия вместе с саксонии трутся на одной земле наверно думать что им это поможет противостоять британии но это вряд ли мне кажется ты вряд ли господа мне кажется им уже никто не поможет кроме меня конечно же но я это делать не буду так срок действия истек понятно хорошо миссия 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 где она мы после снаряжения за выполнение миссии продолжить ну конечно продолжить так да хорошо я потратил все но я получил эту миссию теперь мы можем с вами зайти гордиться видите кто победил видите кстати кто победил опять но тут еще не победил конечно же тут я не победил и тут я не победил но мы можем здесь победить на всех подходящих территориях будет бесплатно построена военная гавани в каждой будет спущена на воду по одному шлюпу в принципе опять же если я соберу 2500 населения что я могу сделать то мы сможем тоже получить эту картиночку но я пока не вижу в этом смысла мне очень нравится что британия так швеция давайте давайте мне ваши деньги ходите сколько хотите мне не нравится что британия так активно себя ведет если это видео будет смотреть те люди которые смотрели прошлый сезон они видели что там такого не было государство польши предлагает нам ну давай давайте прячьтесь все у меня на территории бегите глупцы вы думаете это вам поможет платите мне деньги бегите куда хотите так хорошо предоставили пожалуйста пусть ходят пусть ходят и 7 от этого будет легче так отряды я хочу полковника мне даже на полковника не хватает представлять зато миссию блин вот поэтому британия в прошлый раз она вообще не предпринимала таких активных действий хотя господа прошлый раз тоже было на высоком уровне сложности так здравоохранение исследована программа отлично давайте глубокие шахты я ничего не могу нового построить в минске могу современные госпитали ну давайте тогда начнем наверное застраивать свою империю так как у нас пока все равно нету населения чтобы что-то строить точнее рекрутируйте какие-то войска давайте хотя бы попробуем отстроить экономику немножко как здание тут конечно тоже же но и все равно наймем товарища полковника которому никто не пишет завершаем ход сейчас мы подымем госпитали у нас будет больше прирост населения если я не ошибаюсь хотя вроде ошибаюсь вот потом мы подымем шахты у нас будет больше сырья ну а денег нам пока все активно платят просто так типа за что она нам дается до увеличить прирост населения на 50 процентов поэтому мы молодцы мы все делаем правильно как наш генерал-майор бессмертно еще не появился наверное ребятки в этом си в этой серии постараемся поднять немножко экономику посмотрим как все будут вести другие страны если из вас кто-то будет смотреть конечно этот ролик точнее это видео обязательно напишите свои пожелания предположения кого мы будем с вами так сказать склонять к демократии у нас есть пока три кандидата это османская империя польша и финляндия не хочу лезть пока на австрию потому что потом держать ее постоянно оккупировано это очень растратно я бы империи типа меня оставил на закуску скажем так так что там у нас по отряда мы можем кого-то еще усары казаки не ну казаки такие нормальные пацаны спортивные давайте казаков нам не хватает немножко населения хорошо так что давайте высказывайте свои предположения свои пожелания кого мы будем кому мы будем вести демократию я вижу меня уже австрия хочет принести демократию у нас под ударом от австрии две зоны получается швеция когда год на 2000 хорошо после вероломного удара сейчас австрии да хорошо мы можем потерять две территории их надо усилить а для того чтобы их усилить надо выводить войска но не хотелось бы госпитали наши пошли хорошо сейчас население потечет рекой смотрите как у вас глобальная стройка не хотелось бы уводить вот отсюда господу потому что я османской империи тоже не сильно доверяю здесь у нас так себе пушки пушки ладно давайте наверно придется выводить нашего хлопца не 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 стоп 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 не придется пока подождите давайте моему еще один отряд казаков добавим потом выведем его наверно в минск рекрутируем еще одних и выведем его на киев для того чтоб да да австрия явно явно хочет сейчас помахаться со мной такой шаткое такое положение господа шаткая потому что они меня сейчас могут вместе с османской империи ударить с двух сторон что в принципе с их не стороны было бы очень хороший ход если по ним не ударили по курску и к примеру по киеву или минску здесь что тут у нас хотя османы кто-то не тут сидит но я не думаю что это слишком большое войско тут бомжи у меня справился бы в принципе так блин еще ждем ход давайте пока на всякий случай вот так вот все таки сделаю пока сделаем вот так посмотрим вы знаете забирая свои слова по поводу на кого нападать можно в принципе немножко и австрию жучить поставить на место отхватить галицию и потом предложить им мирный договор думаю на это у нас сил хватит что там у нас по отрядам все уже аккомплектованы до формируем нашего батьку x и переводим его отсюда ну что вы теперь скажите клоуны не ожидали поворота такого событий наверно не будем мешкать если нам дорогие наши крепкие орешки полковника давайте пару гусар вот так вот и мушкетеров еще сформируем один отряд удар на так сказать он не хочет меня нагнуть пусть нагнут кого-нибудь попроще тем временем посмотрите как расплодились поляки сколько у них флагов развивается над их территорией очень подозрительные хлопцы паны поляки смотрите что тут у них отряды бомжи это понятно он один еще отряд у меня гуляют по территории эти с пушками конечно мне кавалерия швеция вот примеру из себя не сильно большой угрозы представляет что-то в британии британия набирает весь сброд откуда только можно пустые вообще стоят саксония тоже молдовия когда мы будем с тобой уже дружить по-братски типа брат за братом так впервые и ничего не можем построить ладно давайте кстати а сколько торговое соглашение ну-ка с швецией вот эту территорию сколько о за 16 давай даю тебе 18 тысяч хотя плата кажется им весьма щедро не считают эту территорию неотъемлемой частью понятно ну да я же наверно прошлом видео тоже предлагал просто забыл ну не хотите за деньги заберу у вас силой но потом но потом франция там еще слышу вижу точнее где-то там бьется и еще ходит то есть еще не умерла так саксонии считают что он наступил покоящий момент они предлагают нам принятный союз ну да пускай саксония ссыца польша хочет к нам же давайте бояться британия правильно я бы тоже боялся на их месте так новый командир у русов полковник ждет своих бравых ребятишек чтобы забрать их с собой в пекло войны и нести нам светлое победу и будущее ну а с вами был росси и канал роли game онлайн спасибо что вы посмотрели это видео или не посмотрели оставляйте свои комментарии ставьте лайки ставьте дизлайки обязательно напишите свое мнение с кем же нам воевать в следующем видео у нас есть такие кандидаты как швеция польша австрия и османская империя всем пока до скорых встреч и берегите себя и близких всем пока